Израиль, судя по всему, эту эскалацию не прекратит. И, как было понятно уже в первые дни, главный камень преткновения на этом пути для израильского правительства составляет, ну, они пока что подтвердили только 222 человека в качестве пленников и заложников. Из них большая часть или какая-то часть, немалая часть, скажем так, являются гражданами иностранных государств. И, видимо, вот это вот международное давление, оно удерживает пока что израильский кабинет и дает ему одновременно возможность подготовить своих резервистов, подготовить какой-то план действий. Вот этот вот план, который был озвучен тоже в три этапа. Ковровые бомбардировки, потом наземная операция, а потом создание нового правительства, когда Израиль не будет нести никакой ответственности за происходящее на этой территории, ну, не буду все эти пункты рассматривать, скажу самое главное. Победить Хамас военным путем невозможно. Почему? Потому что Хамас уже давно превратилась в народное движение. Это не просто организация, которая имеет свое боевое крыло, да, там, значит, бригады из Эддина Аль-Касама, или же политическое руководство, которое находится попеременно в Турции, в Катаре ездит в Иран и прочее. Это действительно народное движение сопротивления. И они могут убить одно поколение руководителей Хамас, одно поколение боевиков Хамас, но быстро им на смену придут новые люди, новые руководители. Я скажу честно, за последние пять лет, ну, лично я перестал запоминать руководителей боевого крыла Хамас, потому что они меняются каждые два года. И это происходит не потому, что там какие-то демократические процедуры проходят, это потому, что их ликвидируют со стороны Израиля. А что делать тогда? Ну, то есть какая-то безвыходная ситуация, если... Ну, так и нет на это ответов ни у израильтян. Послушайте, если это не Хамас, не весь Хамас, да, а террористическое боевое крыло, там, очевидно же, крыло Хамас напало на Израиль, и чудовищный теракт, мы были его свидетелями. Израиль хочет уничтожить боевое крыло Хамас. Вот на данном этапе тоже возможно, да, мы же не знаем, почему они встали у границы и ждут. Может быть, идут переговоры об освобождении заложников. Я был бы согласен полностью с подобного рода версией, если бы до сегодняшнего дня не было несколько десятков больниц, мечетей и храмов уничтожено. Обе стороны хороши. Это просто невероятно. Насилием отвечать на насилие, это просто безвыходная ситуация нас ждет. Вот и все.